Первое хочу тебя спросить, как ты попал в клуб Nike? Что вообще произошло? Ты же раньше занимался профессиональным спортом. У тебя были определенные какие-то цели или как вообще это было, что ты попал в такое движение, которое нетрадиционное, мне кажется. Начнем с того, что профессиональным спортом я никогда не занимался. Только на уровне детско-юношеском играл в футбол и играл в волейбол. Там выступали на всяких чемпионатах Киева, области и так дальше. Бегом начал примерно заниматься в 2012 году. И оно как-то само пришло, не было какого-то там щелчка или какого-то там мотиватора. А что ты делал? Сам занимался? И до этого немного и на футболе, на волейболе были какие-то минимальные кроссы по 2-3 километра. Но в какой-то момент в университете, я помню, я отрабатывал N. Система, что если у тебя чуть-чуть больше N, условно, без справки, да, чем надо, тебе надо эти N-ки отбегать. И там, по-моему, было 7,5 кругов, одна N-ка. И вот у меня было, по-моему, 4 штуки, например, и я побежал. И в тот момент я как бы раньше бегал там максимум, например, 2-3 километра. В тот момент я понял, что, блин, классно. Вот те мои знакомые, которые ходили на пробег под Каштаном там еще в 2008, 2009, 2007 году, что они не такие уж дикие, да, там бегут 5 километров там или еще больше. То есть там один раз ты отбегивал все N-ки километры, которые не набегал за все время? Нет, ну там не все время, а там, по-моему, я приходил два раза. Первый раз побежал 15 кругов и второй раз 15 кругов. Конец декабря, тоже холодно достаточно. Вот. И я подумал, что вот весной надо начинать. И зарегистрировался на киевском марафоне 2012 год, 6 мая, на 15 километров. Это первый мой забег. Вот. После этого следующий забег, это уже был полумарафон киевский. Тогда еще не Новопошта, а что-то там другое, 2012 год. После этого конец 2012-2013 год бегали вообще как бы хаотично достаточно с другом и без никакой системы, да. То есть просто вот приходили на стадион, бегали там, сегодня там 5 километров, завтра 8, да, например, и так дальше. И где-то что-то мы в Фейсбуке нашли какой-то ивент. Он проходил в Часописе на Льва Толстого. Вот. Там собрались тренеры. Там был Костя Башко, создатель КМРС, Константин Лебедев, тренер КМРС и Саша Кузин. Вот. Их пригласили, они там рассказывали, ну, провели лекцию. Вот. И мы еще больше заинтересовались. И тогда пошли в клуб в тот момент КМРС. Это было летом 2013 года. То есть, на вот на то время, та мода, которая, ну, до сих пор продолжается, например, на фитнес-залы, на качалки, она тебя, в принципе, не зацепила? То есть у тебя по-другому было или как? У меня, я всю жизнь, я вырос как бы в обычном нормальном киевском дворе, да, там, где, условно, было много ребят, и был мяч, условно, да. И у нас все свободное время проводилось там в какой-то игре, да, это или футбол, или там американка какая-нибудь, или там просто пасовались, или набивали, или так дальше. То есть всегда это было какое-то движение активное. Поэтому меня никогда зал не привлекал, потому что там нету динамики. Привлекали всегда командные виды спорта. Но, как бы, бег не командный вид, но тоже достаточно динамичный. И, как бы, наверное, чем старше ты становишься, тем больше ты хочешь, наверное, своих каких-то персональных достижений, а не командных. И бег это хорошее, наверное, место, чтобы, да, какие-то свои достижения достичь. Вот, хороший способ. Вот, и поэтому именно бег нас привлек. Мы пришли в клуб КМРС и в Marathon Running Club, один из первых клубов. Спасибо большое. Мы там побегали, там, может быть, около полутора месяцев. Вот потом начался опять там следующий семестр учебы, и как-то тяжело там было. И какое у тебя образование? Кем ты хотел стать? Ты работаешь юристом? Нет. Работаю в сфере IT. Юристом перестал работать. И, если честно, наверное, не жалею больше. Больше не жалею, потому что это достаточно тяжёлое призвание в нашей стране. И вот такая активность, она тебе, наверное, помогает тоже в работе, потому что нужно сидеть целый день, всё-таки, если ты занимаешься разработками и разными делами, ну, это тяжело. Ну, да, то есть ты достаточно сидячий образ жизни, и, как бы, это очень классная разгрузка. Ты меняешь, да, там, умственную деятельность на физическую, и тебе вообще, в принципе, проще и работать, и тренироваться. Потому что, да, то есть ты после работы физически не уставший, но больше эмоционально уставший. И наоборот. Ну, на самом деле, это не относится только лишь к айтишникам. В принципе, у нас у человека, да, там, по пирамиде масла есть ступени, да, потребностей. И у нас в стране, из-за того, что, в принципе, достаточно бедная страна, у нас ещё первые пирамиды не закрыты у людей вопросов. Поэтому про какие-то высокие вещи, типа занятия собой, да, это, наверное, на сегодняшний день только вот у каких-то более молодых, продвинутых ребят начинается. А, как бы, в большинстве своём, 35, наверное, или 40 плюс, они не замысливаются вообще и смотрят на нас очень странно. И у меня на работе тоже. Но уже у нас на работе привыкли все. Мы там с другом даём всем прикурить. Хорошо. А как ты попал в Nike? Вот. В КМРС где-то что-то мы там услышали, что есть такой беговой клуб Nike. И потом, через полгода, в 14-м году, по-моему, это был или май, или июнь, в Фейсбуке был ивент Forest Quest. Один из ивентов Nike. И мы на него зарегистрировались, поехали. И мы офигели. Куда поехали? На ивент. Это было в Киеве. Это мы собрались на Лесе-Укринке. Нас всех запаковали в автобус и отвезли в Голосеево, на Дидоровку, озеро. И там это было по Голосеево. Там, как бы, продержки, команды, соревнования, всё такое. Вот. Было суперклассно, было очень интересно. И, ну, мы, как бы, так вдохновились. Узнали, когда там тренировки. Там была тренировка среда-суббота. Потом добавили понедельник. Вот. И мы начали ходить. Команда отличалась тогда, да? Тогда был только Андрей, тренер. Еще был Шевченко. По-моему, Саша Шевченко. А до этого еще Юра Клим. Вот. Ну, когда мы пришли, по сути, уже оставался только Андрей Нестеров. И через, буквально через, может быть, месяц или сколько, пришла Таня Кузина. И еще через несколько месяцев Саша Кузин. Вот. Три тренера. Вот. И, то есть, мы примерно с мая 14-го года уже начали ходить. Я тоже начал ходить. Вот. И очень классно, интересно. И вот так вклинились. Как ты стал тренером тоже? Пейсером я стал ровно через год. В мае 15-го года. Как бы это одна из... То есть, Nike Plus One Club это не только клуб в Киеве. Это клуб глобальный, мировой. И поэтому у них есть определенное лекало, условно, да? И формат работы клуба. И Пейсером... Когда ты пришел, такая форма тоже была, да? Такая была, но не у нас. Но так как наш клуб вырос, потому что стало больше людей, как бы поступила команда. Ребята, вас так много, вам нужен Пейсер. Вам нужны Пейсеры, в принципе. Вот. И потом от менеджера клуба мне поступило предложение, вот не хочешь ли ты стать Пейсером, помогать, там, тренером и так дальше. Вот. Ну, я согласился. И вот. С радостью согласился. Ну, да, было интересно. То, что ты делаешь, это уже не просто ты для себя занимаешься своим здоровьем, но ты и влияешь, ну, очень конкретно влияешь на жизни других людей. Правильно? Потому что человек, особенно когда он уже много лет находится, это что-то меняется в его жизни, в его работе, в его образе жизни, во многих-многих вещах. Как ты себя в этом чувствуешь? И вообще, что вот у тебя изменилось? Как ты, может, сам изменился за это время? Первые полгода я плюс-минус продолжал так же ходить, как и обычный бегун, да, чем-то помогал, что-то меня там просили, я что-то сделал. Первые полгода это, ну, сильно не отличалось. Но после этого у нас произошли, опять же, изменения в клубе. У нас ушли два тренера, это Таня и Саша Кузины, остался Андрей Несеров и я, Пейсер. Вот мы вдвоем остались. Как бы чуть-чуть тоже изменило весь формат. А участников примерно сколько тогда было? Тогда, ну, по средам ходило 50-60 человек, то есть, ну, достаточно много. Мы были на атлете и как бы полатлета занимали. Вот. Ну, в субботу там тоже 30-40 могло прийти. Вот. И так получилось, что остался один тренер Андрей и я как бы. И все, и мы как бы вдвоем полностью закрывали все вопросы тренерские. То есть, мы старались приходить на все тренировки, мы полностью все проводили. Вот. Потом еще подключилась Света, я тоже знали Пейсером. Точнее, она пришла и как бы в статусе Пейсера. И как бы стало полегче. Вот. Но, то есть, до этого это было как бы не особое изменение, да? Но после этого это стало уже реально как не только хобби, а реально уже как тренерская такая деятельность. И после этого я уже больше, намного больше включался, намного больше там какой-то литературы читал, какие-то советы спрашивал и так дальше. И больше включался в работу. Советы о чем? Советы как управлять толпой или как тренировать? В таких видах спорта, да, как циклических, нету такого, что вот ты один раз пришел и человека натренировал, да? То есть, это огромный процесс построения, адаптации организма к определенным нагрузкам. И как бы, опять же, тут нету какой-то планки, что ты вот, да, все знаешь и все. Тут постоянно какое-то развитие. И поэтому ты постоянно у кого-нибудь берешь, у одного тренера, у другого, с кем ты общался, с атлетами. И у тебя постоянно какой-то есть опыт накапливается, свой опыт на себе. Ты тоже как бы это все испытываешь, кому ты что-то подсказываешь. Смотри, вначале любой человек вообще думает, да, вот бежит человек по улице. Про него думает, ну, чувак бежит. Но за этим то, что он бежит, скрывается огромное количество тонкостей. Он бежит, например, не просто пробежку, да, как мы вот начинали, да, просто приходили на столин, 5 км потрусили, непонятно с каким темпом, непонятно с какой техникой. Но потом, когда ты начинаешь, понимаешь, что вот есть восстановительные кроссы, да, определенные пульсовые зоны, есть специальные работы, да, отрезки, фортлеки и так дальше, которые развивают сердечно-сосудистую систему. Почему они развивают, как они развивают, какую дают нагрузку. Есть длительное, зачем он? Что он развивает и почему там он такой нужный тоже элемент тренировочного процесса. И так дальше. То есть все вот эти моменты, ну, это как бы обычное классическое, базовое построение тренировочного процесса. Это те вещи, на которые вообще никакой любитель или аматор, он вообще не обращает внимания, он не знает, не понимает. И только лишь, когда он приходит или к тренеру, или в беговой клуб, где построена эта система и где тренер включается, да, в работу и с бегунами, он тогда начинает чуть-чуть тоже узнавать и вникать в процесс, что оказывается, это не просто так, сегодня бежит 5, завтра побежишь 10. Это определенная система адаптации, которая призвана определенным образом развить организм, уберечь от травм, от каких-либо воспалений и так дальше. И в оптимальном состоянии подвести человека к каким-нибудь его целям, соревнованиям и так далее. Ты лучше стал за это время, вот сам как человек? Я надеюсь, что да. В чем ты стал лучше? Я даже, ну, я не знаю, могу ли сказать лучше, я точно могу сказать, что стал опытней, да, в общении с людьми, вот с этими вот, то, что ты говоришь, построения, да, большой массы людей. То есть больше стало какой-то уверенности. Хотя, в принципе, и раньше какие-то публичные выступления, в юридической сфере это надо. И мы это тоже в университете все-таки классно тренировали, адраторство и все такое. Поэтому, в принципе, я не могу сказать, что это какой-то прям стресс, да. Но тут все динамично, да, тренировка, у тебя есть час, тебе надо четко, у тебя все разбито по минутам, по структурированным, да, там разминка, тренировка, заминка и так дальше. И люди, опять же, приходят какие-то опытные или неопытные, знают или не знают. Всех надо устаканить. То есть это очень классный опыт именно вот организационный. Плюс, конечно же, очень много моментов, когда просто люди приходят, там, первый раз себя видя, да, и пытаются, там, спросить, довериться, да, какие-то вопросы. Не важно, какой человек в плане, там, достижений, ты должен помочь любому. Потому что он к тебе обратился, он доверяет твоему, чуть-чуть более опытному, может быть, взгляду и мнению. Ты как старший товарищ должен ему помочь, чем сможет. Поэтому, наверное, больше какая-то отзывчивости появилось. Ну и как любой тренер, я всегда должен, и оно, как бы, даже не должно, оно так и есть, и оно тоже, наверное, больше, так сказать, развилось, какое-то сопереживание, да, за всех ребят. То есть это как команда большая, как клуб. И я очень радуюсь, да, за каждое, когда там кто-то пишет в фейсбуке, вот, там, пришел, ничего не бегал, ничего не делал, пришел, там, первую половинку приезжал, супер, всем спасибо. Очень классно и очень, как бы, такое сопереживание и тоже благодарность, что вот человек тоже классно влиялся, там, ну и так дальше. То есть есть какая-то вот взаимосвязь. Просто когда ты сам бегаешь, это ничего таких, от момента нет. Ты там особо ни с кем не общаешься, и нету какого-то такого вот развития социального. А здесь, конечно, вот эти все социальные моменты, все штуки, они по чуть-чуть прокачиваются, если можно так сказать. За это время, сколько лет уже вы тренируете вместе тренерской командой. Цели у вас одинаковые, но есть преломление через личность каждого человека. И, наверное, у вас есть ситуация, когда может быть разное видение на тренировки, на подходы, на разные вещи. Как вы между собой решаете вот такие вопросы? Что вы делаете для того, чтобы в команде вместе хорошо сотрудничать? Чтобы не сливаться друг с другом, а чтобы это приносило пользу, взаимодействие между собой? Ну, я так скажу, что цели у нас у всех не одинаковые, абсолютно разные, если брать личные какие-то амбиции. Второй момент, если брать цели клубные, да, то мы всегда настроены на построение максимально качественного продукта, и тренировочного процесса, да, и всего остального, чтобы любой человек любого уровня мог прийти и получить... Что делаете между собой, чтобы вот найти вот эти пути? Наша команда строилась таким образом, ну, изначально был Андрей Нестеров, потом был я, потом Света, потом Саша и Юля. У нас команда так строилась, что мы не брали людей изначально, да, которые могут с нами не сойтись. Вот Света единственный, наверное, человек, который пришла вот в клуб и сразу стала фейсером. А до этого всех брали только тех, кого... ну, и после этого, только тех, которые уже там год-два были в клубе, они знали полностью всю структуру, они были хорошим там другом и партнером, и просто чуть-чуть поменялся статус, и стало больше ответственности и больше задач. Вот, поэтому у нас очень классная из этого такая притирка, да, все с друг другом очень хорошо общаются и сотрудничают и взаимодействуют. Вот, это первый. Второй момент, у нас, опять же, нету такого перетягивания канатов, да, вот я хочу сегодня это бегать, значит, будем это, да. У нас стараемся... есть определенный сезон, да, есть определенные вещи, которые в этот сезон нужно делать. Вот, например, мы готовимся на визельке, в сети марафон, например. Точнее, мы понимаем, что большинство бегунов готовятся на этот ивент на любые дистанции, и мы стараемся сделать весь тренировочный процесс, там, с начала лета, до середины осени, примерно, чтобы он выводил на этот забег. Ты в любой момент можешь подключиться и тренироваться именно под 90-х. Да, поэтому у нас все тренировки, они взаимосвязаны, и они не хаотичны, они... То есть это целая система, почему мы делаем это, 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 то есть идет увеличение, волнообразно, да. Поэтому, в принципе, мы классно договариваемся, прописываем эти все моменты, прописываем расписание, прописываем тренировки, поэтому каких-то перетягиваний нету. Все как бы суперклассно сотрудничают и, ну, так сказать, доверяют друг другу в этом плане. На чай может ходить? А ну как, есть же у вас какой-то... У нас есть чаты, мы-то... Тимбилдинг. Иногда и на чай ходим, ну, достаточно редко, но... Но это не то, что вас структурирует, я понимаю. Да, у нас есть постоянное общение, вот мы каждый день практически переписываемся, как бы и до тренировки, и после тренировки общаемся, какие-то есть и тонкости, все в снегу, что делаем, например, такого плана. Но это уже ситуативное все. А так мессенджеры. Хорошо, давай кофе и переходим на международ. Ты без сахара пешка? Это капучино, да. А, ну там есть сахар капучино. Нет, оно просто... Или ты вообще без сахара? Кофе с молоком, это точно без сахара. Маспресс, допили, альтернатива, оно тоже пешка. А здоровое питание ты придерживаешься, или это так, как все ехали? Как все люди. Я, так как все люди, придерживаюсь того питания, которое мне кажется правильным. Все люди придерживаются того, что они считают, типа, вот я хочу, значит, это можно, значит, это нужно, да. Ну, я стараюсь весьма питаться нормально. У меня нет никаких там штук, типа, вот я не ем сахар, или я не ем там бутен, упермодно стало. Или я не ем лактозу. Ну, я не люблю, например, там такие вещи, как чеснок, или лук, или, я не знаю, баклажаны, да. Ну, то есть, какие-то штуки, которые мы не контролируем, да. Это подсознание мне говорит о том, что я это не хочу, и это не люблю. А, в принципе, все остальное я стараюсь обычно нормальную еду есть. Конечно же, что я, типа, стараюсь, как бы, бороться с этим, но тяжело. Я очень люблю сладкое, все, что связано со сладким. То есть, это шоколад и, там, всякие пироги, торты и все остальное. Это реально люблю, реально ем. Слава богу, пока это не суперсильно влияет на меня, но все равно понимаю, даже по тренировкам, что вот, да, ты съел там что-то лишнего, и ты понимаешь, что тяжелее заходит. Да? Да, сто процентов. То есть, питание, это, как говорят, в триатлоне есть плавание вело и бег, и четвертый вид – это питание. И на тренировочном процессе, и на самой гонке. Поэтому питание, конечно же, надо за этим следить. Я, в принципе, достаточно здорово питаюсь, если, конечно, сделать небольшую подлажечку на какие-то вот вредные сладкие вещи. Я еще вернусь к твоей истории. Вот ты говоришь о том, что у тебя есть, там, твоя основная профессия, которой ты занимаешься, ты знаешь, что занимаешься вот такой вот активностью, организацией и прочего. И часто так бывает, что когда люди, вот они нашли что-то, что им вот такая смесь хобби с работой, и вот эта сфера начинает тебя перетягивать. У тебя не было такого, чтобы вот это тоже бросить, а вот перейти вот сюда и заниматься сферой, там, я не знаю, фитнеса или активности, или развивать что-то еще? Да, есть такое. Но я начал заниматься таким бегом еще в университете, потом работал какое-то время, потом какое-то время я не работал, я был только в клубе, потом опять начал работать и работать в клубе. То есть у меня получается, по сути, сейчас две работы, одна в роде клубе в хобби. Да, но вот у тебя не было такого, чтобы у тебя вот активность перетягивала тебя, чтобы заниматься только спортивной сферой? Было, но... Это же модно сейчас, популярно. Да, есть, есть очень много примеров, да, ну, не знаю, мне почему-то кажется, что можно успеть и там, и там, и мне не хочется, там, уходить чисто, да, там, только в спорт или только, там, в науку, да, ну, хочется и то, и то, не знаю, и, в принципе, я вижу какие-то дивиденды и плюсы из-за такой модели, когда у тебя есть и работа такая нормальная и ненормальная, вот. Нормальная. Ну, а создание тоже, наверное, я так понимаю, из истории больше знаешь, потому что ты пришел уже куда-то был создан. Да, да. Как он вообще попал в Киев? Как он тут начинался? Ну, Nike плюс Run Club, это что это? Это глобальное явление, это клуб, который создан брендом Nike для того, чтобы, будем условно говорить, воспитать бегуна, создать бегуна, потому что есть огромная масса людей. Она не всегда знает, чем можно заняться, условно говоря. Вот мы даже не знаем, определенно есть какие-нибудь федерации, пейнтбол, например, да, или там по шахматам, и там тоже есть тысячи, десятки тысяч людей, но мы про это не знаем. То же самое, как и про любое другое хобби. Там марки люди собирают, собираются где-то на конференциях, и то тысячи людей. И то же самое бег. И бренд Nike задумал, это их какая-то такая маркетинговая глобальная стратегия. Мы хотим развивать бег, мы хотим развивать это направление, мы хотим создавать огромную массу людей, которые будут в этом задействованы. Ну и понятно же, они будут в будущем покупать нашу продукцию, и будет такое глобальное сотрудничество. И из-за этого клуб создали в Америке, в разных больших городах, во флагманских, там, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и так дальше. После этого он начал появляться в разных других городах. А когда был в Америке, в 10? Условно говоря, это там в 70-х годах, когда вообще появился бренд. Уже тогда это все пошло, по сути, со стадиона. И Фил Найт, и Билл Бауэрман изначально создавали бренд с учетом потребностей бегунов и для бегунов. И уже тогда создавался и клуб, и все остальное. Но толчок и такое большое распространение, это 2000-е годы, начало 2000-х, вот оно пошло по всему миру. В Украине, в Киеве, у нас нет официального бренда Найки, у нас есть дистрибьютор официальный, который продает продукцию Найки. Это один из маркетинговых инструментов, беговой клуб, который они тоже взяли из глобальной стратегии Найки. И сделали в 2011 году, если не ошибаюсь, там, в апреле, первые есть там записи какие-то на стенные, Создали в Киеве беговой клуб, но он 11-й, 12-й, 13-й примерно год, он особо не развивался. И только вот в конце 13-го, начало 14-го он уже начал там более активно развиваться. Тот клуб, который мы можем сейчас наблюдать, это примерно вот уже 15-16-й год, но можно сказать уже 4 года так вот работает в таком формате, очень большом глобальном. И у нас есть в Киеве и в Одессе, да? В Киеве и в Одессе, да, в Одессе 3 года клубу, его, по-моему, создали в августе 15-го. Одесса большой город, миллионник. И приняли решение, создали там тоже клуб, нашли тренинговые места. Сейчас там тоже очень классно развиваются. Также наш офис «Киевский датаспорт», он открыл клуб в Минске и в Алматы. То есть это вот 4 клуба, который проводится именно в датаспорт «Киевский». Менеджеры, очевидно, что ездили. И ребята к нам, кстати, и белорусы приезжали. И, кстати, в Казахстане наш киевлянин Сережа Садовниченко, он как бы там тренер. Он из Киева, он живет в Алматы, работает, если не ошибаюсь, директор магазина. И он тренер. То есть это прям мы захватываем весь мир, да. Во всем остальном мире похожая ситуация в странах, где нет официального «Найки». Это, например, Прибалтика, раньше не было на Балканах, раньше не было в России, раньше не было в Турции. Но когда заходит «Найки», он сам делает клуб и под, так сказать, своим руководством. Там совсем другие бюджеты, там совсем другие размахи. Способы тренировок и прочие дела, они как-то передаются? Или как это, опыт передается между собой? Что это? Это как франшиза, абсолютно все. Определенные правила, которые прописаны для всех. Да, да. Во всем мире. Есть глобальный тренер, есть глобальный офис, есть европейский офис. Глобальный тренер – это в Америке? Да, это Коч Беннетт, Коч Крис Беннетт, он в Орегоне, он есть в Инстаграме, кстати, он постоянно всякие там советы и штучки пишет. Вот, это абсолютно тема по франшизе. То есть, в любой город, который имеет клуб НРС, ты приезжаешь и ты получаешь плюс-минус тот же продукт, да, и тот же сервис, который ты получал в своем городе. Это, например, вот какие такие вещи, которые везде есть? Абсолютно везде есть тренеры-пейсы, абсолютно везде есть по приложению регистрации, везде есть определенные расписания, да, абсолютно везде есть семь видов тренировок. Семь видов. Да, ну, это такие как long run, speed run, local run, home run, ready, set, go run. То есть, это все прописано полностью, да, как в франшизе, как в документе, то, что вы можете делать, вы не можете делать. И любой клуб, он полностью по всем этим рекламам создает, говорит, например, вот у нас было две тренировки, у нас было только speed run и long run, да, изначально. Если мы что-то еще хотим, мы советуем себе, можно ли нам это сделать, они вам говорят, да, можно, а это должно быть вот так выглядит. И поэтому ты приезжаешь в любой город, ты, например, тренируешься в Киеве, приехал в Москву, там тоже, приехал в Берлин, то же самое, в Рим, то же самое, в Милан, Париж и так дальше, в Лондон. Везде одинаковый сервис, везде, и ты, если говоришь, вот я там из Киева, из НРС, они тебя сразу принимают тоже очень классно, потому что это как бы большая глобальная мировая семья НРС, в которой реально миллионы человек. А есть какая-то особенность, которая вот у нас, которая рассчитана на наших людей или на специфику Киева? У нас одна из тех особенностей, которой там, может быть, не было, это то, что у нас мы старались в одну тренировку сделать сразу два вида тренировки. У нас всегда была НТС и скоростная последовательность, например. То есть во всем мире это если сегодня НТС, значит сегодня НТС. Если сегодня скоростная, значит все, кто пришел на тренировку, бегут отрезки. Все делятся на группы, все бегут. В чем плюс такая система? В том, что мы можем все-таки, наверное, большему количеству людей предоставить сервис. Потому что, ну, очевидно же, не все хотят бегать. Они просто, может быть, бегают 3-5-7 километров просто для хорошего самочувствия. Но приходят на НТС получить там какое-то физическое определенное такое развитие. Но они не хотят бегать отрезки. Это им не надо, и они не понимают зачем. Они не собираются участвовать в соревнованиях. Таким образом, приходя в среду, ты можешь получить и такой сервис, и такой сервис. А в тех же странах и городах Европы и Америки, там ты вот если пришел Long Grand 20 километров, ты бежишь Long Grand 20 километров. Ну, условно. То есть там нет выбора. Тренировки тоже, она как-то прописана или это как-то удобство себе выбирает? Нет, длительность нет. Это уже зависит все от решения тренерского состава и от вида тренировки. То есть это уже как бы на плечах тренерского состава местного. Мы говорили, что есть люди, которые вообще никогда не занимались бегом, а есть такие, которые уже там много-много лет призанимались. И даже в том же клубе они за 5 или 10 лет не выросли уже. Да, да. И, наверное, нагрузка и подходы уже должны как-то меняться. Какие цели у нас тут? Как вообще это делается в других клубах тоже? В НРС построена система таким образом, что в принципе бегун любого уровня может почерпнуть здесь определенные дивиденды. Например, скоростная тренировка Speed Run, она по изначальной задумке должна быть в 7 группах. Ну, и они там по цветам называются. Самая быстрая World, самая медленная Красная. Таким образом, Красная – это для людей, которые только вот начинают, чтобы они тоже по чуть-чуть включались. И чем дальше, тем быстрее World. Чтобы ты понимала, например, World – это люди, которые могут лежать в пятерку за 16-17 минут. То есть это уже такой полупрофессиональный уровень. Поэтому, в принципе, это предусмотрено, так сказать, размах от начинающих до уже реально высокого уровня любителей. Другой вопрос – в ресурсе, в конкретном клубе. Потому что не в каждый клуб, не каждый город мира, в котором есть НРС, может себе позволить 7 пейсеров на тренировку такого уровня нужного. Например, у нас такого нет. У нас максимально мы делали 6 групп, потом было 5, потом, когда стало меньше тренеров, у нас сейчас 4 группы. И тут мы пытаемся усреднить, то есть мы смотрим больше людей на какой темп примерно, на какой уровень и дать самый качественный, условно, сервис именно для большего количества людей. То есть тут мы работаем, учитывая мнение большинства. Потому что нет смысла делать группу на 16 минут на пятерку, если там 2 человека, но зато 20 человек на 25 минут. То есть мы это все оцениваем, примерно делаем оценку нынешнего состояния, так сказать, клуба и нынешних ребят, которые ходят на примерный уровень. И вот стараемся максимально это все адаптировать. Новый год начался. Какие цели в этом году? Когда движемся? Что у нас может измениться? Может, есть какие-то забеги, которые ключевые? О клубе я надеюсь, что в этом году будет чуть-чуть больше ивентов, потому что и мы, может быть, поменяем какой-то формат ивентов. Конечно же, все там хотят опять Run the Sun и Sunrise Run и все такое, но мне кажется, там 3 сезона оно уже чуть-чуть приелось. Ну, я вовремя побывала. Да, да, да. Надеюсь в этом сезоне, хотя никто, я не знаю, это я так, размышляю, мысли вслух. Просто, ну, хотелось бы каких-то новых ивентов, может быть, приуроченных какими-нибудь там чемпионатами мира и так дальше, как вот бывает. Изменение тренировочных процессов и так дальше, тяжело об этом говорить. Касательно моих планов, первую половину сезона хочу посвятить шоссе, пробежать полмарафоны, несколько штук. И хочется пробежать там достаточно быстро на личные рекорды, а вторую половину сезона хочу бежать в трейлы. И уже зарегистрировался на несколько и выиграл лотерею, выиграл на OCC. В общем, есть некоторые старты, у которых количество заявок превышает количество слотов. В таких ивентах делают лотерею, чтобы, если ты выиграешь лотерею, у тебя есть шанс купить и право купить слот. Например, тот же берлинский марафон, да, лондонский, нью-йоркский. Там нельзя просто, вот я хочу, я пришел, я покупаю. Там нужно выиграть право покупки. То же самое здесь, вот трейл, это ультра трейл Димон Блан ивент. В нем 6 гонок. Вот я на одну из этих гонок зарегистрировался, выиграл лотерею, купил слот. И в конце августа едем с ребятами на этот ивент. Там 55 километров, 3500 наборок. Еще также я еду на Каппадокию в октябре. Там 60 километров. Это очень классно, мы были в прошлом году, нам супер понравилось. И мы хотим подбежать снова и улучшить там время. В таком плане, то есть некоторые старты, такие большие старты, некоторые еще будут маленькие старты. Это более локальные, более простые. Ну, опять же, хочется просто расти, развиваться, какие-то новые места видеть. Бег очень классная штука для путешествий, да. Ты смотришь там, тут есть забег, значит, я туда еду, все. А это само место уже само по себе очень крутое. Тот же Берлин, например, или Париж, Рим, да. И везде есть забеги. И ты уже не просто едешь в Берлин. Походить по Берлину. В любые выходные. Ты едешь именно конкретно в Эти, потому что там есть забег. И ты убиваешь двух зайцев. И вообще супер классная атмосфера, кайфуешь. И вообще классно. Можно увидеть очень многих наших ребят, которые в Фейсбуке ставят фотографии, что они ездили куда-то. Это тоже достижение клуба, наверное, да? Да. Они вначале приходили, просто тренировались, а потом они увидели возможности соревноваться с другими. Просто брать участие с другими. Да, есть определенная эволюция, да, бегуна. Он начинает с того, что он бегает просто там вокруг дома. Потом он видит, что есть, оказывается, бег более серьезный. Он приходит в клуб, видит, что, да, оказывается, в этих кедах нельзя бегать. Лучше купить красотки, чтобы не убивать ноги. Потом, оказывается, есть еще и соревнования, да. Можно записаться на условный пробег под Каштанами или так дальше. Потом он понимает, что можно уже и в какой-нибудь другой город, во Львов, в Одессу съездить, да, на забег. После этого это уже, конечно, зарубежные выезды и какие-то суперкрутые старты. То есть, мне кажется, каждый бегун проходит такую эволюцию. Кто быстрее, кто медленнее, но, в принципе, сейчас это очень распространено. И сейчас все-таки, вот я с 2012 начал, то я первый заграничный свой старт пробежал через 5-6 лет, по сути. А сейчас люди и через полгода уже первый заграничный старт, и с момента начала занятий бега. Поэтому... Еще какой-то хочется полезный совет, ну, просто таких новичков начинающих, да. В Украине очень много есть разных забегов, разных соревнований. По какому принципу лучше выбирать эти соревнования? Потому что вот даже в Киеве, если взять там полумарафоны, марафоны маленькие, какие-то еще, город за городом еще где-то, да, много всего есть. Вот по какому принципу лучше выбирать для себя вот такой забег? Для человека, который еще много всего не попробовал, и он еще и здорово, наверное, его не такое крепкое, чтобы вот везде по всем горам и везде бег. Ну, да. Ну, во-первых, нужно, наверное, определиться, какой забег, да? Это будет шоссейный забег, это будет какой-нибудь там фановый забег, или это будет какой-нибудь трейловый забег, да? Если это шоссейные забеги, есть несколько организаторов в Украине, больших, которые делают очень классно, качественные старты, реально европейского уровня. Конечно же, это не такой размах, это не десятки тысяч людей, не всегда, точнее, десятки тысяч людей, но это очень классно, организованное, хорошего уровня старты. Это Run Ukraine, это New Run, то есть они делают реально качественные старты. Любой, открываете там календарь, любой старт этих организаторов, он, в принципе, на хорошем должном уровне организован. В чем качество это? Это, в первую очередь, это перекрытие трассы, это хорошая партнерская и спонсорская поддержка, там по-любому будет вода, будут какие-то там пункты питания, будет стартовый финишный пакет, хорошие обученные волонтеры, это будет поддержка города. Это медицинская помощь, это перекрытие дорог полицией, это какие-то там медалики и остальные ништяки, за которые тоже очень много там все любят гоняться. Эти организаторы дают какой-то определенный уровень качества, который они декларируют, ну и который на плюс-минус 95% наверное выполняют. Поэтому открывайте календарь, смотрите, какие города вам интересны и едете. Если вы хотите какие-то более быстрые свои результаты, лучше ехать в более ровные города, например, в Непр, в Холтаву, например. Если вы хотите больше просто фана, просто кайфануть от города и так дальше, это, конечно, Одесса, Львов, это с шоссейными видами. Если это какие-то фановые беги, то, конечно, там колораны и какие-то там забеги на День Святого Валентина или какие-то другие там разные фестивальные. Это можно как бы в них бегать, участвовать, неважно результат, очень просто проникнется атмосфера, очень они всегда веселые, классные и такие дружеские. И там вообще ни о каких результатах не идет речь. Третий момент – это трейловые забеги. Трейловые забеги, конечно же, первый вопрос о том, что они всегда проводятся в тяжело доступных местах. Это горы или какие-нибудь леса, заповедники. Поэтому без какого-либо там опыта маломальского я не советую ехать, условно, в какую-нибудь Черногору, бежать даже те 23 километра, если вы прям вообще никогда не занимаетесь, со стадиона не выходили. То есть нужно по чуть-чуть узнавать, советоваться, спрашивать и включаться вот в такую определенную специфическую работу, тренировочный процесс, вот только после этого уже думать про этот, так сказать, сегмент. Почему? Какой может быть вред от этого? Отсутствие опыта и отсутствие специфической подготовки – это очень большая вероятность, что это приведет к травмам. Потому что человек будет просто не готов ни физически, ни морально к тем условиям, которые там. Это я не говорю про то, что это на игре лежать, но, условно говоря, вот любой человек, идущий сегодня по льду, подворачивая ногу, он себе добывает, так сказать, или воспаление, или растяжение. У бегуна такого нету, потому что у бегуна сильные ноги, закачанные ноги, а у трейл бегуна еще сильнее. Ну, это я так вот такой пример привел, потому что там специфическая работа ведется. Она как бы не просто так ведется, и там реально это лес, да, вы там бежите в лесу, на десятки километров может быть никого. К этому надо быть готовым и физически, и морально. Поэтому тут я советую, начинается зов, вот у нас есть в Голосеево, например, старты, или в любом другом городе, в принципе, есть какие-то парковые небольшие трейлы, там на 5, на 10 километров. Сначала это попробовать, потом интересно будут какие-нибудь другие заповедники, горы. Здесь степень ответственности и степень подготовки должна быть выше, да, чем в городском забеге. В городском забеге я, кстати, мы заняли третье место на визерке и в сети-марафон с командой. Я бежал второй этап, я не успел на развозку. Я сел на метро, доехал на место старта. Там эстафетная команда, по всему, вот 42 километра трасса, и есть определенные, каждый десятый километр, там, вместо смены эстафеты. Автобусы, развозки эстафетных бегунов отправляются, условно, в 8.30. Затем пришел 8.35 и автобусов уже нет. Вот, я сел на метро и поехал на Березняки. То есть, это в городе, это возможно, и как бы все ок, и мы заняли третье место. Да, а в лесу так не получится. В лесу ни деньги, ни телефон с интернетом ничего не решает, по сути. Там как бы надо максимально на себя надеяться и не рассчитывать на какую-то помощь. Хотя, одно из правил Международной Федерации трейлового бега, это, если ты видишь, что кому-то нужна помощь, ты не должен думать о соревновании, ты должен помочь. Поэтому, как бы так. Вот поэтому, но в то же время в трейле тоже есть очень качественные организаторы. Они очень классно организовывают свои старты, реально по европейскому уровню качества, на которых вот реально ты бежишь, кайфуешь, потому что там все продумано, офигенная разметка, офигенные пункты питания, офигенные волонтеры, старт, финиш, ну, все просто проделан, ты реально пробегаешь, кайфуешь от самой трассы и от организации. Вот, поэтому это важно. Потому что, например, есть другие старты, у которых ты даже там прибегаешь на пункт питания, а там воды нету, условно, и говорят, вот речка, наберите. Это, это ненормально. Понятно, что это разный уровень качества, и все мы стремимся к какому-то развитию, и это конкуренция, и она, как бы, дает свое. А вот наш на экран, он, какое количество сегодня участников, по регистрации можно приведить, да? Да, ну, всегда есть так званая текучка, да? Ну, люди пришли, попробовали, не тяжело, потому что это поменяет. Кому-то тяжело, кому-то, наоборот, легко, да? Кто-то пришел и понял, что ему нужны, например, персональные тренировки, и уходит к персональным тренерам. Кто-то, например, видит, что в других клубах какие-то другие есть фишки, штучки, и ему это больше интересно. Кто-то, наоборот, остается и уже годами там занимается в клубе. То есть, какая-то текучка, она постоянно есть. Я вижу то, что есть и старая, так сказать, гвардия, которая уже реально годами, да, и там и год, и два, и три, и пять занимается, и очень много таких людей. И я вижу, что постоянно есть новые лица. То есть, я считаю, что наш клуб в Киеве, может быть, даже и в Украине, воспитал в людях бегунов, наверное, в количественном показателе, самые большие показатели в Украине. Ни один клуб столько не подружил людей с бегом. Это однозначно. Через нас прошли тысячи людей, которые в итоге остались в беге, перешли в другие клубы, к частным тренерам, пришли в триатлон, в плавание, еще куда-либо. Но они именно познакомились с бегом, они полюбили бег и атмосферу и так дальше. Именно у нас в Nike просто. И сколько, например, в месяц или в неделю? Есть уже какая-то статистика? Есть статистика. Я думаю, что она не сильно репрезентативная в плане того, что сейчас зима. У нас есть просто пиковая тренировка, например, это среда. Там доходит до того, что 300 человек на тренировке. Обычно нормально. Это примерно 200 человек, 250 человек на тренировке. Это по средам. Но опять же, все зависит от погодных условий. Все зависит от того, есть ли старты на этой неделе. Если это старт, понятно, что в субботу мало людей придет, потому что в воскресенье всем бежать и так дальше. Вообще, в принципе, около 500 человек в неделю приходят на... В сезон, более активный сезон, приходят на тренировки Nike Plus Run. То есть это, если берем и NTC, и NRC. Около 500 человек. Но это не уникальных 500 человек, а это 500 человек, если суммировать все тренировки. Плюс-минус. Вот. Понятно, что сейчас это может быть человек 300-350, да. Но, например, вот я вчера был на NTC, посмотрел. Там только на NTC было 100 человек. Нету какое-то такое, постоянно, что, да, только вот сейчас ходят, тогда не ходят. Постоянно все меняется. Да, праздники, понятно, меньше. Праздники закончились, люди начали больше ходить. То есть все постоянно меняется. Опять же, от погоды зависит, если дождь. Вообще мало людей приходит, все боятся, все сахарные. Мороз, как ни странно, сегодня еще много людей было. Сегодня 60 человек было на тренировке. Да. Хотя, как бы, минус 10. Очень много факторов. Я не могу сказать, что мы растем в количественном плане, потому что, наверное, это и не сильно нужно. Потому что у нас есть какой-то определенный уровень, на котором мы держимся последние несколько сезонов. И я считаю, что все-таки лучше развиваться не в плане количества, а в плане качества, да. То есть более качественно сам процесс настраивать, более индивидуально как-то подходить, да, к каждому нуждающемуся, да. Мы стараемся это делать, потому что есть часть ребят, которые плюс-минус все знают, да. Мы им там говорим, делаем то-то. Они уже все взялись и делают. А есть ребята, которые там новички, или только пришли, или как бы ходят, но еще как бы не вникли, да. Они, им тяжелее, они задают больше вопросов. Мы как-то стараемся их направить на путь и говорим, вот делайте, как старички делают, да. Таким образом, какой-то такой есть контакт и индивидуальный подход. Глобально, конечно, я уверен, что у нас один из самых больших вообще НРС-клубов в мире по количеству людей. Да? Да. То есть Москва тоже очень много, Стамбул, когда там был клуб, тоже было очень много, там и Берлин большой был клуб, и Париж большой, и Нью-Йорк большой. Но у нас, конечно, там тренировка на 300 человек собирала, но мало где такое было вообще. Поэтому, ну, конечно же, у нас надо говорить о том, что у нас и спидран, и МТС по средам, поэтому это как бы добавляло своих дивидендов по количественным показателям, потому что это все-таки два вида тренировки, да, то есть человек мог приходить и он понимал, что не только скоростные, то есть, да, что и функционал есть, поэтому могу перейти. Потому что в своем мире беговая культура – это реально целая ниша, целая масса людей, миллионы людей, которые прям очень сильно этим живут. Это уже, это не хобби даже, это уже просто стиль жизни. Вот, они путешествуют, они общаются, они бегают за беги, старты, ну, то есть, это целая жизнь. Вот, поэтому это очень круто.